Всемирный день борьбы с диабетом был введен в календарь в 1991 году Международной Диабетической Федерации и Всемирной Организации Здравоохранения в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире. Открытие инсулина в 1922 году явилось значительным достижением медицины 20-го столетия, спасло миллионы жизней и было удостоено Нобелевской премии. По данным Минздрава России, к сожалению, количество заболевающих диабетом увеличивается с каждым годом. Даже по официальным данным Россия входит в число стран, где уровень заболеваемости диабетом близок к эпидемиологическому порогу. В нашем районе около 2400 человек взяты на учет с диагнозом сахарный диабет. Что такое сахарный диабет? Это группа заболеваний, которые связывают повышенный хронический уровень сахара длительное время. И в связи с этим повышенным уровнем сахара развиваются со временем осложнения, чаще всего сосудистые осложнения. Для того, чтобы избежать осложнений для пациентов, у которых уже выявлено заболевание, необходимо осуществлять самоконтроль и регулярно бывать на приеме у эндокринолога, который поможет вовремя корректировать подобранное лечение. Кроме медикаментозного лечения есть и другие факторы, влияющие на самочувствие пациента. Правильно подобранный рацион и физическая нагрузка помогут чувствовать себя в тонусе и вести активный образ жизни. Развитию диабета способствует множество факторов, среди них наследственность, лишний вес, возраст и сильный стресс. На какие симптомы стоит обратить внимание прежде всего? Если человек, допустим, говорит, что у него жажда, очищенная муча и спускание может быть у таких пациентов с сахарным диабетом, слабость, боли в ногах могут, онемение, сжение, если уже есть какие-то первичные осложнения. Такие пациенты, как правило, обращаются к терапевту и терапевт, проводя дообследование, стандартное дообследование, может выявить, что повышенный уровень глюкозы крови, отправить к эндокринологу на консультацию. Мы таких пациентов берем на учет, наблюдаем. Ну, хочется сказать, что если вот эти 2400 человек, которые уже взяты на учет у нас, то примерно в три раза больше тех пациентов, которые к нам просто не дошли по той или иной причине, которые живут с этим диабетом годами и выявляем мы уже активно, когда у них проявление какие-то тяжелые болезни. Все чаще диабет диагностируют у детей. Сегодня на учете эндокринолога стоит 24 ребенка в возрасте до 18 лет. Если болезнь диагностирована на ранней стадии, пациент выполняет все врачебные рекомендации, показатели уровня сахара в крови приходят в норму. Именно поэтому специалисты считают одним из основных методов спасения от эпидемии диабета – раннюю диагностику, для которой часто достаточно несложных анализов уровня сахара в крови. Диагностика болезни, которая может долгое время проходить бессимптомно, позволяет избавиться от нее или, как минимум, избежать тяжелых осложнений. Вера Савельева, Илья Никитенко, События и люди.